Дорогие мои, всем привет! Мы последние-последние у нас уже... Подождите, я покажу, как мы оставляем дом. Как въехали. Все перемыли, все убрали. Ой, пойду там свет выключу. Сейчас уже хозяева приедут. Свет надо выключить. Все чистенько. Полотенце, конечно, соберу потом, хотя могу сама собрать. Вот так вот уберу. Там немножко, что у нас осталось, бытовая химия. Мы все оставили. Полотенце тоже. Это в стирку, это их полотенце. Ихние. Хотя я ихние никогда не говорю. Так, все, сейчас мы уже уезжаем. Тоже в мусор мне надо убрать. В общем, у нас рекорд. Мы собрались очень быстро. Два часа двадцать минут. Я встала в шесть часов. Ну, правда, остальные спали до семи. Вот неправда. Ну, Алина встала еще, да. Все, мы поехали. Нас и Дима их подождут, хозяин. Вот, хозяин. Он подъехал. Ну, все, сейчас. А они поедут в Ладушку, а они не поедут с нами в Ленинградку. Единственное. Да поехали, Вась, мы опаздываем. Не можем машину найти. Все заставлено. Как я и говорила, вещей не надо было брать. Надо было взять только постельную, подушку и на два дня одежду. Ну, там шампуни, мыло. Все. Мы же приволокли все. За перекос. Ну, там двое или трое родителей тоже говорят. Не переживайте, мы так же приехали. Все подряд привезли. Хотя я говорила. Доча. Потом с девчонками посмотрите и купите, что не хватает. Короче, ладно. Я уже ворчу, уже целый час. Мы все равно взяли почти все, потому что Алина... Ну, как она будет тут заново, что ли, все перекладывать? Она уж и не помнит, где в какой сумке что. Единственное, что посуду там немножко оставила. Я ей ноутбук несу. Еще и спросила у педагога. Я говорю, заселение уже будет полностью. Она говорит, нет, нужны справки для того, чтобы заселиться. Не знаю, как это все будет. Точно. Люди идут, говорят, боже, полотенца забыли. И мы ведь тоже не положили ей ни одного полотенца. Как она будет? Пока стоим. Сумочка же есть свободная. Ну, надо одно большое положить, одно маленькое. Переклись-ка, она еще полчаса будет, да? Как все сомнения. Слышите, как кричат. Алина, девочка подошла, обняла ее. Видимо, они переписываются, или как в одну группу идут. Такая симпатичная, темненькая. Ну, забрала у меня ноутбук, у Васи сумку, и они пошли. Так что, я думаю, Алина, все нормально будет. Потому что она уже, мы только подошли, уже девочка подошла. Пошла. Надо, почему-то сейчас полотенце отнесу. Да, мы тут уже с Викой давно стоим. Торопится, да. Ну, вы еще увидитесь. У Вики тут сестра учится. После девятого класса, начальный класс. Ну, все, давай, давай. Все, беги. Полотенце забыла, вы же видите, мы идем. Люди говорят, блин, полотенце ребенку не положили. Я тоже, давай сразу звонить. Понятно. Вот. Ну, мы с Викой тут уже давно поразговаривали. Я говорю, что Вике, что мне уже писали там привет Сусловинска, Владовска. Мы с Новокровского района. Да, да, да. Будем теперь знакомы. Будем теперь часто видеться. Мы тоже поступаем. Сестра Яна у меня. Ну, она уже ушла, да? Как бы это? Да нет, он еще там стоят, он с длинными волосами. А, вот в зеленых штанишках это? А, симпатичная. Как сестру зовут? Яна. Яна? Вика, Яна, красивая именно. Ой, ладно, Вика, мы тоже меня там ждут. Да, да, конечно. Все, спасибо, что подошла. Мне приятно. Друзья, мои красоты. Вставайте, пойдемте покушаем. А то я прямо злая, как собака. Меня покормить надо. Но диабетчики меня поймут. Сквала? Ну, ладно. Ой, лохматая вся. Все сейчас такие будут лохматые. Мы заехали покушать. Горячо сильно? Подуй, доченька, подуй. Санечка макароны себе выбрала с тефтелькой. Ну, они поделились одну. Ну, Женя вообще выбрала капусту одну только, без ничего. Папа, рейс под жаром. Спасибо большое. Ты же сама сказала тебе суп. Он просто горячий. Сейчас покушаешь. Все, приятного аппетита, дети. Сейчас еще принесут кофе, а девчонок запугал. Вас, говорят, там будут... Чем вас там бить будут? Линейки, говорят, будут бить вас в школе. Не надо заранее детей пугать. Знаете, что сменная обувь не нужна. Это классно. Да. Она говорит, наша учительница, что зимой тоже сменка не нужна. Тут нет таких сильных морозов. И дети многие ходят просто в кроссовках. И поэтому, да, сменной обуви у них нет такой. У нас сейчас осталось форму купить. Да. Футболки синие. И черные шорты. И, да, да. И, получается, шорты черные. И футболки. Попозже понадобятся спортивные костюмы. И категорически сказали, чтобы были кеды. Именно кеды. Ни кроссовки, ни чешки, ничего. Вкус одинаковый. Да. Вкус одинаковый. Да. У нас разных бутылочек только. Ну, дети, вы хотели покататься на качелище. О, девчонки, качаются. Ой, осторожно. Все, папа допил кофе, пойдемте. Белочки какие красивые. У нас на 1 сентября плюс 35 обещают. Нифига себе. Да. Сказали, можно ходить в этих... Обувь вам можно не покупать. Сказали, можно в сандалях. Ходить? Да. Единственное, купите вольфочки беленькие. Вольф? И все. Ничего специально покупать не надо. Никаких туфель, потому что в туфлях будет очень жарко, потому что сменки нету. Вот в чем ходите, в том и пойдете. Без формы было, вот бы было. Ну, формы нет, форма есть. Юбочки и рубашечки. И пилотки. И пилотки? Мы еще не доехали, мы в Кирпильской. Рега, Кирпиль тут. Что хотите, дочи? Я не знаю, пойдем мы не пойдем сегодня в Ладожской по магазинам. Поэтому тут выбирайте. Грязь и орех. У нас там много грязь и ореха. Ага целых. Грязь и ореха. Да? Нет, мороженое нет. Там потом купите. Так, масло сливочное у нас есть. Молоко можно. Творог у нас. Творог тоже есть. А сметану еще? Сметану можно, да. Помидоры у нас тоже есть. Молоко в воду. А молоко, Сань, тебе какое? Вот это давай. Северный порт. Толосочный день. Вон есть этот, простоквашина. Ну давайте это, по скидке. Простоквашина, ну давай. Вот это, да? Да. Ну давай, на. Мам, тебе твоя. Мы переехали. Сидели тут тихонько, чтобы Сонечка поспала. Сон, Тома, не надо грязную ложку ей пихать в рот. Не надо. Ну смотри, что ты делаешь. По грязному дивану и в рот. Иди выкини. Вещи мы уже потихоньку вытащили. Кухню. Настя с Димой приехали. Они сейчас домой поедут. Но хотим стенку оттуда перенести. Потому что завтра уже, я уже точно не помню, что нам завтра должны привезти. По-моему, диван в зал. Иди на кровати. По-моему, диван в зал должны привезти. Стол на кухню со стульями. И два диванчика. И два небольших диванчика. Один зеленый, один коричневый. В эти комнаты. Один в эту комнату, один в эту комнату. Зеленый, да? Нет, это комната Дариной. Вот эта комната. Дариной с Алиной, да. Поэтому нам надо сегодня освободить эту комнату. Вот эта зеленая, значит, зелененький. Да, эта комната зеленая, значит, зелененький диванчик сюда. Все, сейчас, короче, они сейчас поедят. Так, Тома, осторожно. Саня, смотри за ней. Смотри. Арбус, ну. Конечно, все, ставить некуда, ничего. Пока. Кухню мы тут немножко перебрали. Посуду сюда ставим. Надо все помыть. Расставили кое-как. Ну, это, конечно, со временем все на место встанет. Ну, что, Дарин, как тебе дом? Не классно. Света не хватает, да, вот здесь. Давай, может, я покрою по-быстренькому. Просто я, в прошлый раз, посуду-то мы купили, и я ее не помыла. Мы торопились. Вот, папа что-то потаскает. Тут вот и лекарства, и все. Ну, это я потом все разберу. Сейчас, Настя, с Димой чай, наверное, попьют. И... Ну, нет, у матери спроси. Так, а ребенка не оставляйте ни на секунду. Вообще, надо убрать вот эту стенку. Знаете, как я хочу? Хочу, мы купим, когда неизвестно, через месяц, через два только, эту старенькую сюда поставить. Вот. Потому что мы сейчас, вот все, что мы купили, месяц-два мы, наверное, ничего покупать не будем. Нам привезут сюда диван, и как-нибудь проживем. Самое главное, детям я купила все. Все, что нужно, детям купила. А мы и так пока проживем, со старой стенкой, да, папка? Я говорю, нам пока ничего не будем покупать. Вот диван нам привезут, а вот этим столом мы как бы и будем пополам. Что они там? Давайте стенку перетащим, да, поедут они тоже домой уже. Стенку поставим, я ее все равно уже заполню. Да, и вот это вот все не будет. Мама, а куда стенку не будет? Сегодня Дарина поедет к Насте ночевать, а мы матрас надуем, мы тут с Васей переночуем, а девчонки на матрасе, потому что мебель только завтра начнут возить. Ну, вчетвером они на матрас не поместятся. А втроем в самый раз. Правда, говорит баба, да? Сонечка, баба правда говорит? Ой, на улице жарко, прям не выйти, аж прям горячо дышать. А тут нормально. Мама, а вот это что такое? Так, грязными ногами мне на диван не ложитесь, вот так. Что такое белое? Там же подсветка, там надо электричество подводить. Да. Да. Ну вот примерно вот так это будет выглядеть. Ну, мне кажется, нормально. Единственное, знаете, что, конечно, не эта стенка, не эта. Какая-нибудь такая светленькая. И не надо ничего городить. Ну, в смысле, что перегородки ставить, там еще что-то. А мне кажется, это шкаф вообще там не нужен. Вот это вот маленькие три штучки хватит. Да, ну. Что? Кто там? Да Саша уже, пойдет, Лианом улазит. Она малина достает. Ой, ежевику. Ой, сорвет ведь все, сломает. Ладно, она все сломает. Так, еще сломает, сама сломается, но это же не предназначено для детей. Интересно, это зимой что это? А падает, наверное, все, да? Да, интересно, так и бывает. Надо будет, может, подрезать что или что? Ну, ничего. Чтоб она не упала, Вася ее между собой стянет. Она же старая, что ей будет? И лампочки надо будет. Ну что, сейчас Настя с Димой и Дариной тоже поедут уже. Там еще тоже надо все помыть. А они ключи вам отдали? Показали Димке, как открывать входную дверь? Я же не знаю, я же не думала. Сюда же не штучка-то рекомендую скинула. Я даже не знаю, прибрали с ними до конца, когда Дима договаривалась. Нет, там было чисто. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Дима не сказали, холодильник уже привезли? А старый работает? Да, работает. Но они его... Без холодильника-то как в такую жару? В смысле, они сказали, они его не подключили? Да почему он стоит, чтобы у вас есть вход, и он будет работать. Так, сейчас покажу, как у нас получилось. А, это Васина приправа. Стенка сразу встала. Я тут помыла, дальше не пойдем. Отжимала вроде хорошо. Вот знаете, не моешь, ноги все грязные, черные. Вот так вот стенка встала, пока там у нас будет пусто. Совершенно, потому что мы ничего покупать пока не собираемся. Вот такая стенка, я не знаю, мы потом измерим, какого она размера. Но я думаю, нормально же, и не надо ничего тут городить. Вот сюда поставим ее, мы завтра привезут нам диван. Все. Он такой огромный диван. Мама, когда на кровати? Кровати? Не знаю. Завтра диваны привезут. Завтра привезут. Три дивана. Три дивана, да. Сюда ставят, да. Да, нам все могло, но пока поспать. А потом со временем все будет остальное привозить. Так, вы сюда, девчонки, не ходите. Мы сейчас кофе попьем. Так, Дариночка пока никуда не поехала, потому что Дима сказал, потом приедет, надо им там постельное забрать. И он тогда уже и Дарину заберет. Мы сейчас поедем в магазин, все для дома. Мне надо тут немножко для дома подкупить. А Дариночка побудет с детьми. Мы недолго. Да и дети тоже не хотят уже с нами мотаться. Чай попьют. Вот завтра стол хоть бы нам привезли. Мы все в обуви выходим. Большой, он еще раздвигается. Мы потом туда купим клеенку такую прозрачную, хорошую. И все. Продукты тут у нас стоят. Ну, как бы мне вообще хорошо. Мне нравится. А по поводу здесь вот двери, правда, будут одни двери кругом. Мама, сейчас у меня нету здесь, можно я вот этим? Ну, конечно, можно, Точа, можно. Так, Точа, скажешь детям, чтобы они в те комнаты не ходили? Особенно в эту, которую я помыла. Я потом приеду помою, и тогда можно будет везде ходить. Так, пока делают тротуар, выехать не сможете. Да, е-мое. Может, спроси, может, успеешь выскочить? Они уже тут работают. Что, можно выехать, да? Да. Ой, ну хорошо тогда выезжай. Я думала, ну все, пиши, пропало. Тут осталось час. Так рано закрываются магазины. В прошлый раз я в четыре пришла, уже все закрыто. А залит хотела купить. Ух, у нас сколько тут грязи. Ну, это не грязь, конечно. Это все надо заносить. Да, да, да. Мы удобно здесь, потому что эти трубы стоят, нет тяжелых труб. Так, ага, Дариночка, иди будешь что-то... Убежать с мамой? Да, а я сейчас быстренько... Где там дома? Домой, чтоб зашла. Езжать будет отец. Так. Я в тапках. А я с вами собралась? Не знаю, где уже убежала, чтоб ее там не задавили. Она на меня в город пошла. Все, пейте чай, пейте мои девочки. Слушайтесь, Дарина. Магнит мы не заходили. Зашли вот в семейный, тут в Панду. Купили. И вот там вот все для дома товары. Сейчас покажу, что мы купили. Василий Владимирович снимал на свой телефон. Я не могу. Пока, я не знаю, мне кажется, пока я не привыкну. Мне кажется, знаете, постоянно зрители пишут. Вот, народ тяжелый. Я боюсь, чтобы начну на камеру снимать. Начнутся скандалы. Короче, я вообще камеру не достаю. Поэтому там Василий Владимирович снимает на свой канал. А я только дома покажу, что мы там. Ну, я так в личи посмотрела. Ну, так ничего. Надо уже ехать. Все-таки папка товары покупать. Для школы уже полностью детей готовить. Мухи залетают. Сейчас завтра наслабится. И вот камень. Прописываться надо завтра уже край. Завтра с утра. Настя с Димой там будут как раз. Чтобы они тоже подъехали к этой МФЦ. И вместе там будем сидеть в очереди. Нам надо прописаться. Ну и потом уже все остальное. Так, осторожно. Продолжение следует... Продолжение следует...